Не могли бы вы дать мне... Что вы можете поделать? Там есть администраторы, есть руководители, авторитеты. И вы можете представить им ваш план, и также можете объяснить им, что Шридхар Махараш говорит, что картины, достойные изображения поклонения, должны быть размещены таким образом, чтобы люди, обычные люди, чувствовали побуждение, испытывали побуждение им поклоняться, выражать почтение. Их не следует представлять, размещать таким образом, чтобы они оказались при небрежении со стороны людей или птиц и так далее. Они приходили ко мне, советуясь относительно Вриндаунского храма. Я уже говорил им это. Хотя мы видим подобное явление, то есть храмовую скультуру, имеется в виду, в южных провинциях Индии. Но все же чувство, сантимент нашего гуру Махараджа был таким-то и таким. И мы пытаемся следовать этому, насколько это в наших силах. И это следует соблюдать. Но если они не знают, что и что, что вы можете поделать? Другой важный вопрос. Будете ли вы принимать в этом участие? Это ваше дело. Но вы должны постараться объяснить им, что эти изображения или фигуры должны находиться в неком достойном положении. Шри Муртия, Шри Виграха, любые духовные реалии должны быть помещены в достойное положение, в достойную атмосферу поклонения, с тем, чтобы эта атмосфера положения вызывала преданность и уважение со стороны публики. Не только знание необходимо, но и уважение необходимо пробуждать. Чувство уважения пробуждать в людях. Разве нет? Не только знание, знание иерархии. Одно явление выше другого. Но ложное уважение, чувство уважения должно пробуждаться, и высочайшее почтение необходимо оказывать Махапрабху и Кришне. И лишь в этом положении, если мы будем размещать эти изображения, то мы внушим людям представление о том, что Махапрабху — объект высочайшего поклонения. давать людям представление об иерархии. И прачар, пропаганда, подразумевает не только сухое знание, но и чувство преданности, внушает чувство преданности посредством таких экспозиций. Ведь эта храмовая скульптура — нечто вроде выставки и экспозиции. Но выставка должна быть организована таким образом, чтобы она не должна служить лишь пищей археологам или источникам сухой ситханты, абстрактного знания, теории. Но понимание — градация поклонения, градация преданности. Это явление должно присутствовать ради блага широких масс в интересах пропаганды. Не в качестве архитектуры. Да, не в качестве просто архитектуры. Но для того, чтобы дать людям представление об иерархии, не только иерархии, но и дух преданности должен присутствовать в этом. Это мое понимание полученное из поведения Гуру Махараджа, и я почитаю это явление. Махарадж, Шравандаш и Варандаш не могли бы вы... Шравандаша, Варандаша. Когда человек удовлетворен, вначале он слушает. Это подготовка. А Варандаша он говорит, да, я удовлетворен Шраваном, слушанием, и теперь я принимаю руководителя. Варандаша подразумевает исследование. Я получаю доступ. Формальный доступ не открывается позволение. Мы принимаем тебя в качестве нашего лидера, и теперь я буду следовать любым твоим указаниям. Это Варандаша. Меня принимают в различные вероисповедания, христианство, мусульманство и прочее, но я принимаю определенное вероисповедание, и затем человека, который будет способен удовлетворить меня, соответственно, этому вероисповеданию, этой религии, и поможет мне достичь желанной цели жизни. Вначале религия, вероисповедание, затем гуру, лидер в этой религии. садан-даша начинается. Затем садан-даша начинается. Под его руководством я должен идти вперед, совершая практику. Это садан-даша. Третья стадия. А затем мы приходим к реализации. Мы достигаем некого осязаемого положения, когда я чувствую, чувствую то, что было когда-то лишь словами пропаганды, теперь мое сердце чувствует прикосновение этого явления, это апан-даша. И прапан-даша, когда я утвержден полностью в этом явлении и могу раздавать это явление и другим также. То есть пять стадий, существует пять стадий. Да, пять стадий. Шраван, Варан. Шраван, Варан, Садан, Апан. Садан, когда ты уже в лагере. Затем Апан, когда ты чувствуешь реальность этого, когда ты достигаешь позиции личного опыта, достижения некоего, когда ты соприкасаешься с реальностью, а затем, когда ты утвержден в этом измерении и когда ты можешь распространять и раздавать это явление другим. хри, 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 хри. Кто там? Кто там, в той стороне? Бхакти-кит. 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 Он может знать от счастья, знать ответ, но он хочет пояснить эти истины, прояснить их для других. Видагдамадова Прабу. Что Вы скажете? Махапрабху говорит Санатану Госвами, когда тот задаёт вопросы, он говорит, ты знаешь все эти истины, но ты, конечно же, всё же задаёшь вопросы, спрашиваешь, потому что такова природа саду, им хорошо известны истины, и всё же они хотят для того, чтобы утвердить позиции этой истины. Они задают и продолжают задавать вопросы. Так было сказано в ходе беседы Махапрабху и Санатана. Чтобы упрощить позиции истины, он задаёт вопросы. Махапрабху, да. 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 Вы говорили о том, что на определенной стадии реализации, когда человек обретает связь и утверждается в этом измерении, в этом состоянии он в безопасности, иначе говоря, внешнее проявление Кришны есть Гуру, и Гуру помогает человеку установить связь с Чати-Гуру, да? С Параматмой. Что он говорит? Два вопроса. Первый вопрос. Когда у нас есть внутренняя убежденность, безопасности ли мы? Второй вопрос. Внешний Гуру, помогает ли он нам установить связь с Чати-Гуру? Не только установить контакт, но внешний Гуру помогает подготовить нас с тем, чтобы мы могли безошибочно читать, интерпретировать указания Чати-Гуру. Чати-Гуру указания Чати-Гуру вначале мы воспринимаем смутно, затем является Маханта-Гуру и с помощью Чати-Гуру мы приходим к Маханта-Гуру. Но помощь Чати-Гуру носит общий характер, размытый, можно сказать, не систематический, не отчетливый, общего характера. Затем мы приходим к Маханта-Гуру. Мы чувствуем, что вначале с помощью Чати-Гуру мы находим Маханта-Гуру, затем с помощью Маханта-Гуру мы ищем более отчетливым и детальным образом указания Чати-Гуру. Одно явление помогает другому. Внутренне Чати-Гуру его голос становится более отчетливо слышимым. Происходит очищение от различных идей и мыслей, смесь различных идей, йога, гьяна, карма и так далее, многочисленные категории. И явление сырое становится совершенным, ошлифованным. Чати-Гуру способствует развитию нашей предности Маханта-Гуру, таким образом один помогает другому. В противном случае сотрудничество невозможно. Временами может произойти, случиться так, что с помощью Чати-Гуру мы приходим к Маханта-Гуру. И приняв Маханта-Гуру вновь перестает быть слышимым Чати-Гуру. Тогда Маханта-Гуру помогает ученику вновь услышать голос Чати-Гуру, устраняя ту грязь, пыль, которая покрыла зеркало моего сердца и не способен видеть и слышать. Но какое-то время Чати-Гуру может быть похоронен нашими анардхами, ваишнава аппараткой. И тогда Маханта-Гуру приходит к нам на помощь временами, когда мы присоединяемся к миссии, а затем уходим. Есть Гуру. Но Гуру не позволяет нам легко и просто покидать миссию. Он говорит нам, попытайся вновь. и он пытается помочь ученику, упрощить его позиции. Не позволяет ему уходить. Всего разных причин. Может быть, привязанность к деньгам, он отдает этому предпочтение, или свободное общение с противоположным полом. По этим причинам я могу пытаться покинуть миссию, и тогда Маханта-Гуру говорит мне, это не есть истинная цель, что есть. Маханта-Гуру постарается объяснить ученику, что есть что, и возродить, восстановить эту связь. Какая-то грязь, какое-то осквернение может проникнуть с определенными людьми, но какая-то грязь, это грязь и осквернение уйдут. Эти маленькие, неизменные, грязные явления не воспрепятствуют нам тотально и окончательно. Таким образом. Столь многие незрелые, многие недостойные, неквалифицированные люди присоединились к миссии, поэтому нет ничего невозможного в том, что некие анардхи могут вновь атаковать какого-то члена миссии. Это сражение. Иногда одна сторона выигрывает, другая проигрывает, но в конечном счете истинная сторона выигрывает битву. Это битва. И сердце каждого является полем сражения, потому что они саддаки, не сирхи, они не являются душами, достигшими реализации. Они находятся в процессе реализации. Иногда они продвигаются вперед, иногда отступают назад. Таким образом. В целом, они должны совершать прогресс. Поэтому определенная либеральность, определенное понимание необходимо. Я должен думать, что я нахожусь в больнице, и вокруг меня множество больных. Это не то место, где собрались здоровые люди. Это больницы. В больнице немыслимо. Я также пациент, и это пациенты. Это больные различных типов. Кто-то даже может умереть, а кто-то может выздороветь. Чье-то состояние может деградировать. Но, если мой интерес в том, чтобы выздороветь, то, игнорируя все эти факты, я должен сотрудничать с доктором и принимать лекарства, и соблюдать диету, и тогда я вылечусь. Многие больные умирают. Состояние многих больных ухудшается, но это не означает, что это и мой жребий так же, как и в школе. Кто-то проваливается на экзаменах, но, тем не менее, достойный студент должен идти вперед. Да, есть, имеют место быть неуспех, фиаско, но это не должно обескураживать меня и отворачивать меня от пути поиска моего вечного прогресса. Я не должен быть трусом, я должен понимать, что это в моих жизненных интересах. Это мой единственный интерес, и я не могу отказаться от того, чтобы этот интерес преследовать. Все могут уйти, но я буду сражаться в одиночку с врагом. Вы читали эту поэму Касабланке? Мальчик француз. Он остался стоять, хотя все убежали. Все могут убежать, но я буду сражаться в одиночку, потому что это в моих жизненных интересах. Я уже понял, что я не могу отступить. Подобная решимость должна проснуться внутри. Это глубоко укоренено в моем сердце. Это явление глубоко укоренено в моем сердце. Вопрос. Вы говорили, о том, что мы находимся в больнице, нас окружают пациенты, больные, и они могут вылечиться благодаря тому, что будут следовать указаниям доктора. А пациент, больной, может ли он занять позицию доктора? Что он говорит? Неэффективность врачей? Нет, нет. Он спрашивает. Он говорит, может ли пациент также стать врачом? Да. Когда он полностью вылечился, и когда он изучил медицину, и получил образование врача, то он может стать врачом, будучи назначенным, в силу своей квалификации, также благодаря назначению. Понимаете? Квалификация необходима прежде всего, и затем необходимо назначение высшестоящей инстанции. И тогда он может стать врачом в больнице. Он может заниматься частной практикой, если у него есть качество, квалификация, но для того, чтобы стать врачом в больнице, необходима санкция свыше. А в качестве обычного садду вы можете помогать разным людям, но для того, чтобы стать ачарей, занять большое или высокое положение, вы нуждаетесь в санкции свыше. Прапандаша. Кто будет решать, квалифицирован ли этот пациент? Он будет чувствовать это внутри. Во внешней формальной письменной санкции может не быть необходимости, но во внутреннем мире он уже пробужден. Откровение, вдохновение придет к нему из внутреннего мира. Таким образом, что вы будете чувствовать, люди страдают, а вам известно лекарство. Вы испытываете побуждение отправиться, пойти помогать им. У вас есть лекарство, а люди вокруг страдают. Почему бы вам не дать им лекарство? Такое побуждение родится. Вы можете увидеть это во сне, одно из состояний бодрствования, также подобное вдохновение. Внутреннее побуждение в вас родится. И беспомощно, не противясь этому побуждению, вы приступите к этой кампании. Потому что вам известны симптомы болезни, и у вас есть лекарство. И вы не можете не заниматься лечением. Подобную концепцию, либеральную, обширную, вы найдете. Обнаружите. Эта концепция будет более реальна, чем концепция этого мира, нежели концепция мира чувственного опыта. Побуждение. Человек страдает, и вы сами, попробовав на себе это лекарство, вылечились, и вы видите, что некто страдает от той же самой болезни, и у вас в руках есть лекарство. Почему бы вам не дать это лекарство этому человеку? Какая причина этого не делать? Какое объяснение этому? Вы делаете это не ради денег, не ради славы, но в силу внутреннего побуждения, помочь им. И вы увидите, вы увидите, что благородные предшественники, наши благородные предшественники также просили нас это делать. Ловушка, капкан на тропинке, человек приближается к этому капкану. Неужели вы не постараетесь его спасти? Это естественное чувство. Когда это будет для вас настолько ясно и отчетливо, человек упадет в эту западню и умрет, погибнет, а вы не помогаете ему. Если вы не поможете ему, то вы будете нести ответственность. Это здравый смысл, уместен в данном случае, приложим. Но мы должны быть искренни. Мы будем делать это не ради славы, не ради денег, не ради любых иных мирских достижений. В этом состоит опасность. Канак камини пратишта. Три, главным образом, три искушения, соблазна, фактора, которые уводят нас в сторону. Но когда мы свободны от этих факторов, тогда дорога перед нами широкая, широкая, царская, чистая, чистая путь, по которому мы будем вступать. Чистый путь. Три явления увлекают нас в разные стороны. В противном случае, если их нет, то путь чист. Делать благо, творить благо. Что такое благо? Бог есть благо. Вы хотите видеть, что все становятся благими, обретая Бога. Бог есть благо. Бог благ и Бог велик, да? Как звучит эта пословица? Бог велик и Бог благ. Если искреннее чувство живет в вас, тогда любая ваша деятельность будет направляема этим принципом в жизни, и вы будете помогать другим. Очень вкусное явление и очень безопасная позиция. И эту позицию, это явление следует дать всем. с тем, чтобы все освободились и вышли из зоны опасности и достигли безопасности и счастья. Это лекарство, вкусное лекарство, которое делает человека счастливым. Вы обладаете этим лекарством, и вы не можете не раздавать его. И вы будете чувствовать побуждение, потребность помогать другим этим реальным знанием. Пути, куда идти, как идти, и чего ради идти. И все эти универсальные вопросы, на них будут даны ответы. Кто я? Почему я страдаю? И как я могу достичь моей желанной цели? Эти фундаментальные проблемы должны быть решены. И если у вас есть решение, то вы должны давать его другим, помогать им решать эти проблемы. Такой будет ментальность проповедника, и особенно интенсивная такая ментальность, такое его настроение будет в ачарье. У кого-то может быть искреннее побуждение помогать другим, но поскольку он не в полной мере не полностью понял опасность, то он сам может стать жертвой. С помощью высшего посредника он может обращаться к массам, а иначе, да, он погибнет. Когда он пытается лечить больных, то он может заразиться от этого пациента болезненными вирусами, и в этом случае он должен прибегнуть к помощи доктора более высокой квалификации, который даст лучшие лекарства и поможет своими советами и опытностью. Если присутствуют какие-то сомнения, стоит ли мне обращаться с моими скудными лекарствами и скудными инструментами, приступать к лечению больного, есть риск того, что я сам заражусь и умру, то в этом случае он не станет действовать самостоятельно, но обратиться к доктору с более высокой квалификацией. «Разве нет? Не так ли? Резонно, то, что я говорил? Очень резонно». Но все же иногда редко можно увидеть, как человек, как доктор обращается с благими намерениями, обращается к больному и пытается его лечить, но больной все равно умирает. Это так же возможно, но нежелательно. временами, когда мы пытаемся помогать другим, то какие-то солдаты могут быть принесены жертву, прежде чем достигнута победа. Армия, которая сражается с врагом, неизбежно теряет своих членов. Когда речь идет о миссии, о пропаганде, то каких-то солдат просят обращаться к богатым людям, к женщинам, к людям красивым, и этих членов армия может потерять. На какое-то время, временно, рано или поздно они вернутся. Но это возможно, потеря. В миссии наш сад Сваруп Махарадж написал в биографии «Свами Махараджа». Кто-то покинул его миссию, но большее число людей, количество людей пришло к нему в миссию, тогда как многие старые ученики покинули миссию. Такая грандиозная кампания, такой великий поход. И некоторые старые ученики, мы видим, ушли и покинули его. Но новые члены пришли, и гораздо больше. Но мы ожидаем, что эти старые последователи вернутся, потому что то, что они попробовали некогда, они не смогут забыть. То, что ты обрел, не может разрушиться, погибнуть, имеет вечную природу. Длительность этого явления чрезвычайно велика. Гоузари, гоузари. Заверение, гарантия имеют место быть. Он пришел ко мне. И можно иногда увидеть, что он уходит, но в конечном счете он обязательно придет ко мне, вернется ко мне. Гоузари, гарантия, 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 гарантия. Есть вопрос о концепции Гуру. Ученик воспринимает Гуру в абсолютном свете и смысле, но другие личности воспринимают Гуру в относительном свете. И у меня есть следующее сомнение. В целом, нам советуют. Вначале человек должен рассматривать Гуру как представителя самого Господа, как представителя самого Абсолюта. Но по мере прогресса ученика, по мере внутреннего пробуждения, по мере того, как оно начинается, ученик постепенно начинает видеть, что Абсолют Кришна подразумевает определенную систему. Абсолют есть органическое целое. Существует потенция Абсолюта, и эта потенция разнообразна. И, соответственно, в природе степени внутреннего пробуждения ученик испытает, к нему придет квалификация совершать служение в определенном измерении. И он будет служить лидеру служения в этом определенном измерении. Поэтому кто-то увидит своего Гуру в Сакья-расе, кто-то в Ацале-расе, как лидера в Сакья-расе, в Ацале-расе, кто-то в Мадуро-расе. И, соответственно, внутренние способности, внутреннему качеству. Существует правительство, и существуют различные министерства. И правительство в целом задействует людей в служении себе. Но людям устраивают экзамены, тесты, и затем их принимают на работу в определенный департамент, министерство, где у человека есть непосредственный руководитель, под началом которого он трудится. Это максимальное достижение для меня. Это определенная специфическая позиция. В целом так. Система одна. Единая система. Но в рамках этой системы есть определенные департаменты, ведомства или измерения. И, соответственно, в степени природе моего пробуждения и моим качествам я буду в конечном счете помещен в определенный департамент, где у меня будет мой непосредственный руководитель, лидер под его началом, я стану служить. Кришна есть гуру. Затем Радхарани, Яшода в Мадурарасе. Рупа Манджари выступают в качестве непосредственного руководителя. И в то же время есть единство. Более действенное, эффективное служение может совершаться именно в этой определенной точке, не в более высокой точке. Я могу быть использован оптимальным образом, если меня помещают сюда, а не в более высокую позицию. И в моих интересах находиться в этой позиции. Если бы меня поставили в какой-то более высокий круг, то я оказался бы в проигрыше, потому что у меня нет качеств, и возникла бы аномада. Вы понимаете? Нет, я не понимаю. Он не понимает. Вы объясните. А вы поняли? Частично. Вначале нам говорят, Гуру есть Я. Кришна говорит, Ачарья есть Я. Затем Дас Госвами, Учитель Прайоджины, окончательного достижения, говорит, Гуру не сам Бог, но тот, кто более всего любим Богом. Это и есть позиция Ачарьи. Мы должны привести в гармонию эти два положения. Вы понимаете? В конечном счете мы видим, что тот, кто более всего любим им, его потенция, это Гуру. Но вначале и Шастре также говорится, Брамха, Браман, подразумевает Кришну в целом. Но если мы будем более пристально рассматривать это явление, мы увидим Васудева, Нарайну, Рамачантру, Дваракеша. И при самом пристальном взгляде на это явление мы увидим, что Он внутренне, Кришна. Когда Кришна, Уддав и Баларам собрались однажды в Двараке, то они увидели некую массу света, которая приближалась к ним. Затем, по прошествии какого-то времени они увидели, что в этом облаке света, массе света есть некая фигура. Затем, когда это нечто еще больше к ним приблизилось, они увидели это мужская фигура. Когда фигура оказалась совсем рядом, они увидели это Двариша Нарада явился. Таким образом, когда мы на большом расстоянии, у нас есть концепция целого, подобно Гималаям. Когда мы очень далеки от Гималая, то мы видим их как единое целое. Но по мере нашего приближения мы видим определенные специфические части. И когда мы оказываемся уже в самих горах, то мы находим различные реалии. В этот момент мы соприкасаемся не со всеми Гималаями, а с определенной их частью. И это и есть достижение желанной цели. Кришна, когда мы очень далеки от Него, мы видим Его как сад-читананда, как безграничное начало, полное знание, сознание и блаженство. Затем, по мере нашего приближения к этому явлению, поскольку мы малы, нас поместят в определенную позицию в этом безграничном. согласно моим качествам, я буду помещен в определенный лагерь служения, и там все, что я получу, какую-то часть служения, я буду задействован и к вязчему удовлетворению моей природы я буду извлекать максимум удовлетворения и служения в этой позиции. Гуру означает руководитель. Вначале руководитель это Бхагаван в целом, Кришна, Он привлекает меня. Затем влечение побуждает, заставляет меня совершать прогресс. Но я крошечное существо и для меня становится по мере прогресса все более отчетливым определенная позиция, положение. Я буду помещен в определенную часть измерения безграничного и там тот долг, который я буду выполнять в этой позиции, будет приносить мне величайшее благо. Шанта, Сакхья, Бацалия, различные департаменты расы, и согласно их способностям я получу доступ в определенный департамент расы, служения. И там также в каждом департаменте есть дальнейшие департаменты в Мадуре в Мадуро-Рассе и в иных расах. И, соответственно, в моей глубинной природе качеством я буду помещен в определенную позицию. Многочисленные департаменты служения в Мадуро-Рассе. Кто-то занимается плетением гирлянд, кто-то занимается ложем, кто-то готовит и так далее. Различные департаменты согласно способностям квалификации я буду взят в определенный департамент допущен и мне скажут «Выполняй долг здесь». И у меня будет непосредственный руководитель. Я буду видеть в нем моего гуру. Я буду выполнять его указания и таким образом я буду обретать высочайшее благо. Религия означает правильную позицию. Я окажусь правильной позиции. Займу правильную позицию. Существует великое множество ачарий. Даже в Гауде миссии есть множество ачарий, но вы пришли к Бхактиведанте с вами Махараджу. Опять же, в его обществе есть множество департаментов служения. Необходимо продавать книги, необходимо отдавать лекции. Согласно вашим способностям вы будете приняты, восприняли в определенный департамент служения. но вы связаны со всем искон, как в целом. В каком бы департаменте вы ни служили, вы связаны со всем искон, но вы выполняете ваш специфический долг в определенном месте. неясно. Не ясно. Но все же вы вначале присоединились к искон. Но что такое искон? Искон это нечто обширное. В нем есть множество департаментов, множество матхов, храмов, различные виды долга, обязанностей. Вы присоединились к искон. Это нечто большое, обширное. когда вы были приняты, то вас приняли, поместили, вам отвели определенную позицию, направили ваше внимание на выполнение определенных обязанностей. Весь искон ваш, но все же у вас есть определенный департамент и определенный долг, обязанности. Скажем, вы можете стать личным секретарем свами Махараджа, а кто-то готовит, а кто-то проповедует. Ему говорят, этому человеку говорят, отправляйся проповедовать в Америку или в Китай, где опасно проповедовать. Такой долг также может быть необходим. Позиция. Вначале вы получили доступ, вы восклили двери в искон, а затем вам позволили занять должную позицию. Религия означает правильная позиция, позиция, занимаемая в соответствии со способностями человека. Не можете понять. Я понимаю, но все равно у меня есть вопросы. А какие вопросы? Согласно вашим способностям, вашей квалификации, пригодности и потребностям служения. Потребности очень велики. Различных типов и согласно вашим способностям вам будут даны определенные обязанности. Что здесь сложного? Что здесь непонятного? Правильная позиция. Речь идет о безграничном, и вы не можете проглотить безграничное. Буквально. Вы бесконечно крошечное живое существо, и вы приближаетесь к бесконечному, безграничному началу. Вас поместят в определенную позицию, в определенную точку безграничного. Невозможно поместить безграничное, запихнуть его в свой желудок. Понимаете? Или вам хочется запихнуть, проглотить бесконечное, безграничное. Вас поместят в определенную позицию, и в этой позиции, какой бы малой она ни была, вы будете получать максимум вознаграждения. Если бы вас поместили в какую-то другую позицию, то вы оказались бы в проигрыше. Соответственно, вашим способностям вам будет отведена та или иная позиция. Это совершенно резонно, разумно. человек приходит к Искхан мувмем и он понимает , что он должен принять гуру. Некий человек может прочитать книги моего, гуру Махараджа, прийти в Искхон, и он поймет из чтения этих книг, что он должен принять гуру. Он обратится к одному из гуру в нашей организации и примет его как абсолютное начало. Но я могу не видеть эту личность, этого гуру в таком же свете. И я не могу понять, как конец части Б и начало части С. Насколько возможно, мы будем пытаться стремиться к сердечному удовлетворению, поскольку наша собственная жажда это не фактор, которым нужно пренебречь. И также советы, данные саду, гуру и писаниями. А я тот человек, который в конечном счете ответственен за принятие явления. Я принимаю очарью также на свой собственный страх и риск. И здесь я должен занять позицию на свой страх и риск. Но мы должны понимать, что мы должны стремиться заботиться о том, чтобы наша цель была чиста, наши намерения были чисты. Мой выбор может быть подлинным, может быть искренним. Заботиться о том, чтобы наш выбор был искренним и подлинным и о том, чтобы не удовлетворять скрытые подспудные желания. Что? А новый человек, его выбор. Ученик отвечает ответственным. Он спрашивает, «Ваша милость говорит об ученике». Он ответственен за свой выбор. Конечно, в конечном счете, он ответственен. Почему вы присоединились? Как вы присоединились? На свой страх и риск вы присоединились к искону. Вы оставили христианство или ислам или индуизм и присоединились к искону. На свой страх и риск вы приняли ответственность на себя. В конечном счете, ответственен человек, который делает выбор, у которого есть право выбирать. Только мы пришли в гаудиомиссию. Почему? Рискнув всем остальным. Мы рискнули своим будущим, мы были настолько пленены идеалом, красотой идеала, оставив наше прошлое окружение и приняли новое окружение. Кришна Шаран Прабу хочет спросить. Новый человек выбирает гуру и рассматривает его как абсолютное начало, но духовные братья этого гуру могут не рассматривать его как абсолютное начало. Так как расставить сон на свои места. Духовного брата не просят рассматривать гуру духовного брата как абсолютное начало. Он брат, это братские отношения, но некое внешнее уважение, почтение он должен оказывать особого характера с тем, чтобы помочь новичкам. Новички рассматривают гуру как абсолютное начало, и их чувство не следует беспокоить, об этом следует заботиться, но внутренне он не обязан принимать своего духовного брата в качестве гуру. я ясно выражаюсь? Да. Вы не обязаны рассматривать духовного брата гуру так, как вы рассматриваете с вами Махараджа, но все же следует помнить о том, что новые люди приходят к нему и почитают его как гуру, как абсолют, и вы не должны беспокоить эти сантименты или чувства. Подобное предостережение имеет место быть. Махарадж, я не могу понять концепцию относительно то есть все это относительно. Этот человек абсолют только с вашей точки зрения. Если ученик рассматривает гуру как абсолют, то трудно сказать кто же в действительности абсолютен. Я не могу понять, не в силах понять. Гуру абсолют. Два абсолюта. Бог абсолют и гуру абсолютен. не в силах не в силах не в силах мы должны понять следующее. У Бога есть различные аватары, различные настроения. вы должны понять это. Это математическая фундаментальная истина, аксиома. 0 плюс 0 равен 0, 0 минус 0 равен 0, 0 плюс 0 равен 0, 0 умножить на 0 равно 0, безграничное минус безграничное равно безграничное. Ты понимаешь, Бог может проявлять себя в разных аватарах разного типа. Они безграничны. Но все же присутствует градация согласно расе, классификация. Он один, но он пристает в разных образах. В разных образах. Царь может иногда может царь может быть военачальником, царь может быть источником закона, царь может быть мужем или отцом, один и тот же человек. Но опять же вопрос превосходства, вопрос того, какая из этих позиций выше, каково высшее настроение царя, хотя он один. Таким образом, дифференцированный характер присущ абсолюту, но все же он един. Таким образом, у него есть потенция. Ты обращаешься к сыну царя, и если ты думаешь, если я завоюю симпатию сына, то отец будет благосклонен ко мне. В этом есть доля истины. Тот, кто любим Богом, также обладает неким могуществом Бога. Таким образом, мы можем понять, гуру любим Богом. Гуру не находится вне Бога. Его собственная потенция определенная потенция, спасающая падших, и он присутствует в этом, наслаждаясь максимальной силой, максимальным могуществом. Гуру это могущество получает от Кришна в ведомстве спасения падших душ. Мы можем рассматривать таким образом, но в безграничном это явление может быть не разделено как разделяемое мирские реалии, которые совершенно отдельны. Мы можем привести все в гармонию таким образом. В целом мы хотим сказать, и я постоянно говорю это, богатым просит нас чрезмерно не погружаться в анализ, в поиск знания. Я никогда не сумею удовлетворить свою потребность знаний. Я не сумею измерить все это явление с помощью моего ограниченного мозга. Вовсе не так, что в определенную клетку моего мозга я помещу абсолютное, безграничное в качестве заключенного. Следует отказаться от этих попыток. Такова особенная школа Бхагави. Предаваясь, вручая себя, отдавая себя, ты сумеешь знать, что и что, поскольку он сверхсубъективен, он никогда не будет объектом твоего крошечного мозга. если ты пойдешь в этом направлении, в направлении интеллектуального анализа, сбора знаний, то ты будешь разочарован. Никакой крошечный мозг не может объять это необъятное своей силой. Вручай себя, отдавай себя. Махапрабу задает вопрос, а Рамананда отвечает. И он говорит, Махапрабу говорит, «Эхо Баджа, это поверхностно, гьяна это поверхностное явление, это не истинный путь». Гьяна это поверхностное явление, это не истинный путь. Необходимость отказаться от тщеславия, тщеславия, вызванного якобы способностью знать все и все. И когда происходит отказ от этого, наступает самопредание. Приходит самопредание, самопредание, истинный путь, ведущий к познанию его, поскольку если он открывает себя, дает себя познать, человек может его познать, настолько, насколько он открывает. Однажды меня спросили, лидер движения Ария самопределя SuccessFour. Он сказал, если ограниченное существо способно познать безграничное, то он не безграничен. Мой ответ был таков, если безграничное не может открыть себя, дать себя познать ограниченному, тогда он не безграничен. Безграничное способно открыть тебя ограниченному существу по своей сладостной воле, но ограниченное существо не может заставить безграничное открыть тебя ему. Ты понимаешь? Поэтому нам рекомендуют откажись от тщеславия, от гордости, вызванной представлением, согласно которому ты способен знать безгранично, откажись от этой тенденции и предайся ему. Усвой настроение негативного начала для того, чтобы привлечь позитивное. Позитивное может быть агрессивным, но негативное начало не может быть агрессивным, оно должно отдавать себя в распоряжение позитивного начала. Господствующая половина и подчиненная половина. Подчиненная половина — это потенция, а господствующая половина — это обладатель, собственник потенции. Кришна — собственник, владелец потенции, Шакти Ман. А Шакти и потенция находятся в его распоряжении. Мы являемся частицами потенции, поэтому мы должны быть готовы принять его. А когда он, по своей сладостной воле, придет ко мне, тогда я сумею соприкоснуться с ним. Это путь с большой буквы, и иного пути не существует. Только благодаря преданности, посредствам преданности, самопожертвованию, готовности отдать себя в его распоряжение. Только в таком умонастроении. Это негативная характеристика ограниченного существа, благодаря которому можно привлечь, пригласить позитивное начало. Потому смирение, скромность, самоотрицание в крайней степени, самопожертвование. Таковы качества преданного. Такими должны быть качества преданного. Улучшить, увеличить, усилить свои негативные характеристики. Сверхсубъект. Я переживаю, получаю опыт объективного мира. А тот, кто сверхсубъективен, я объект по отношению к нему. Только тогда, когда он не зайдет в мое измерение, ко мне придет некое чувство, некий опыт. Он пришел. Очень тонкие реалии пришли и не зашли в мое грубое сознание. И я чувствую экстатическую радость. Насколько тонкая реалия не зашла в измерение моего сознания, какое-то великое чудо, нечто неслыханное, невиданное для меня. Это тонкое сознание не зашло в область моего грубого сознания. Я буду изумлен. Я буду поражен, изумлен. Тончайшая концепция, самая утонченная концепция сладостного знания, которое нисходит в сердце преданного, и он постепенно переживает это знание таким образом. Образом, описанным Билламангалом Такуром, при первом приближении, при первом соприкосновении он чувствует, «Божественный Купидон не зашел в измерение моего сознания». Это безграничный луч сладости. Саму суть коэнтэссенции сладости я нахожу в этом, существование которой я не мог и помыслить, допустить. Этот некто пленяет моё зрение и другие каналы опыта, все пленены. Каналы чувств – это тончайшее сознание пленяет, захватывает их и наполняет всё моё существо. Мои очи также, глаза чувствуют, чувствуют эту удивительную сладость. Он принял меня как Своего возлюбленного, и Он гладит меня по волосам. Такова Мадуре Раса. Он принял меня в качестве Своего возлюбленного. И теперь я Его. Нет отдельного независимого существования. Моего существования не осталось. Теперь я в полной мере безраздельно принят им. На этом всё, я заканчиваю сегодня. Мадуре Рас swear. Продолжение следует... Который час? Десять.